Стёкла выбиты, двери вырваны взрывной волной, скручены в узел металл и лужи крови. 14.36. Время, которое показывает электронное табло на первых кадрах, сделанных очевидцами. Это было что-то страшное, если честно. Я такого ни разу не видел. Когда я подошёл, людей начали выводить из метро, сначала, которые были более райны. Дым выедает, глаза и лёгкие дышать тяжело, видно плохо. Взрыв произошёл посередине третьего вагона. Металлическая обшивка вздыблена, вывернута изнутри. Но кто-то рискнул войти внутрь, чтобы вытащить раненых. Раненых более 20. Вертолётами их доставляют в больницы. У наземных вестибюлей заплаканные люди пытаются прояснить судьбу своих родных. Бригады взрывотехников обследуют подземку. И на станции Площадь Восстания, это там, где Московский вокзал, находят ещё одно самодельное взрывное устройство, начнённое поражающими элементами. Его успевают обезвредить. Вспышкой отбросила и упал, смотрю назад, люди мёртвые. На это ничего не ответишь никогда, потому что просто жаль людей. И не жаль тех, кто это делают. Всегда задавалась вопросом, для чего это делается, зачем эти теракты, что они дают, с чем вы боретесь, кому вы хуже делаете. Боретесь с правительством, так и боритесь с ним. Почему всегда страдают ни в чём не повинные люди? Вы же сами 100% себе отчёт не отдаёте в своих действиях. Зачем вы так делаете? Почему? Чего вы хотите добиться? Изначально, где-то, давным-давно, у кого-то была веская причина на это. Но мне кажется, давным-давно уже это всё изжило себя. И остальное поколение просто даже не знает, за какую идеологию борется. Для чего эти теракты и зачем они делают их? Потому что если в этих терактах гибнут просто ни в чём не повинные люди, вы становитесь хуже, чем то правительство, против которого вы выступаете таким образом. Вы просто убийцы. Я надеюсь, хоть какой-то из этих придурков смотрит YouTube, и, может быть, этот ролик посмотрят. У меня просто... Я смотрела, и мурашки по коже, бедные люди, и просто ужас. И знаете, те люди, которые мне до сих пор пишут на моё видео о митинге, что, видите ли, митинги нужны, нужно бороться с чем-то в стране, нужно бороться с несправедливостью в стране, нужно просто бороться, а не как овощи, такие как я, которые ничего не делают, ни на что не обращать внимания. Обращайте внимание, скоты, на то, что нужно. Вот из-за таких же придурков и происходят такие теракты. Они же тоже за идеологию выступают, за свою, неважно какую. У каждого она своя. Из чего взяли те идиоты, которые выходят на майданы всякие, что за этим майданом, видите ли, невинным, не последует что-то хуже? А что, какой-нибудь больной взялся, орудил себе оружие спокойно, пошёл, заложил его где-нибудь, подложил, положил, неважно. И просто таким образом высказывают своё мнение. Ну вот ему просто захотелось. Он понимает, что он по-другому не сможет это сделать, что уже танцульки на площадях и на митингах не помогают. Вот задумайтесь, просто задумайтесь. Нужно жить и радоваться жизни, а не бороться, всегда бороться, бороться. Вы знаете, люди, когда начинают бороться, когда уже жить не хочется, когда уже всё выше крыши, когда уже всё в достатке, вы просто зажрались, просто до такой степени зажрались, что вы не понимаете, чему следовать дальше, куда идти, что делать, как жить. И тогда начинается борьба. А почему бы мне не побороться против коррупции? А почему бы мне вот не выйти и не поплясать, там покрышки не пожечь? В этом же ничего такого нет. У нас же невинные посиделки. Очень сочувствую тем людям, которые там пострадали, у которых родственники там были, не дай бог, либо знакомые, неважно, они были однозначно, потому что все мы в мире друг друга знаем, и все мы повязаны с друг другом. Но не все это понимают. Просто жаль, что у нас такой мир.